А вы как-то специально изучали философию? Ну, Кавку, Джойса, Камю, там, основные это ипостаси, это все же должны знать. Только не пугайтесь, Игорь Александрович Новиков привык все мерить по себе. И Джойс ему как родня, и Мюнхгаузен лучший друг. Автор персональной выставки в Доме художника «Богато одаренная натура». Впрочем, ею Новиков хвастаться не привык. Он даже выставку свою назвал предельно просто «Камень, ножницы, бумага». Это и материалы, из которых она состоит, и предложение просто повеселиться, разгадывая его творческие шарады. На автопортрете он вообще изображает картошку. Если вы заметили, в витринках лежат еще скульптурки такие, керамические, тоже эти картошины. Я нашел эту картошину в огороде, и она мне показалась, что она какая-то одухотворенная. Она похожа на человека. Как будто она лежала под землей, росла и думала уже о том, как она появится на свет, сидят ее или нет. То есть она как корень мандрагора такой некий. Хотела быть человеком. И я подумал, что вообще, может быть, Дарвин не прав, что человек, может, от картофеля произошел. Это была бы более мирная теория и более веселая. Вообще, считаю, искусство должно людей развлекать и люди. Я всем говорю, приходите поржать на мою выставку. То есть можно же как-то умничать весело. Я считаю, что люди не должны себя глупыми чувствовать. Если ты умничать начинаешь, я стараюсь как-то разжевать сразу же, чтобы людям было понятно и смешно. И они на самом деле чуть-чуть как-то светлее стали душой, а не мозгом. Мне кажется, искусство – это душа и сердце. Новиков закончил Московскую академию Сурикова по специальности искусство, графики и плаката. Уже в 90-х от реализма стал уходить, предпочитая ему беспредметность. Ну или, как говорит сам автор, бесплотность. И здесь тоже без философии, похоже, не обошлось. То есть бесплотность для меня в искусстве, оно создает бесстрастность. Это меня избавляет от гнева. И всех зрителей тоже. Как только, если я за плоть бы взялся какую-то, сразу бы острота началась, гнев и прочие вещи. Если плоти не касаться, можно как угодно искусству развиваться. Сам Новиков развивается в самых разных направлениях. Он пробует себя в том числе в мозаике и скульптуре. Вообще его биография – это такая судьба Остапа Бендера от искусства. Он объездил всю страну, успел поработать на заводе простым рабочим, делал проекты дворцов для небедных людей, трудился в качестве доцента в Академии художеств в Нидерландах, был главным художником Перми какое-то время. И все это капля в море по сравнению с тем, что он мог бы рассказать самостоятельно. Кстати, формат этой выставки предусматривает мастер-классы и дискуссии. За программой нам предлагают следить в соцсетях Дома художника. Судя по всему, идти стоит. Полина Рифа, Владислав Рашидов, ВЕТТА24.